Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Возмездие настигнет убийц. Для рассмотрения в суд направлено дело 30-летней давности об убийстве гомельского таксиста. Как пояснили в следственном управлении УСК по Гомельской области, в ночь с 26 на 27 февраля 1984 года двое мужчин попросили водителя такси их подвезти. По заранее разработанному плану пассажиры напали на водителя и долго и жестоко избивали его. А позже обеселившего мужчину вытащили на улицу и бросили умирать на покрытом льдом озере. Добычей злоумышленников стали выручка, портмоне, наручные часы и другие личные вещи потерпевшего. Раскрыть это преступление по горячим следам не удалось. Однако следственная оперативная группа, которая выбывала на место происшествия, зафиксировала и изъяла следы ладони неустановленного лица. И спустя более 30 лет оперативным сотрудникам УВД Гомельского облсполкома из экспертного учреждения поступила информация о совпадении следов с места происшествия с отпечатками ладони и мужчины арестована за грабеж. Расследование уголовного дела было возобновлено. Следователям тщательно были изучены материалы, которые имели отношение к этому уголовному делу, повторно допрошенные свидетели, проведены следственные эксперименты, очная ставка и иные следственные действия. На основании всех доказательств, полученных по данному уголовному делу, следствие пришло к выводу о причастности к убийству таксиста, жителя Реческого района. Один из обвиняемых в жестоком убийстве, ныне 55-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество, грабеж. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности еще одного соучастника преступления продолжаются. Опасное наркотическое средство обнаружили гомельские таможенники в пассажирском поезде, следовавшем из Минска в Одессу. В пункте таможенного оформления Терюха служебная собака своим поведением указала на возможное нахождение наркотика в одном из вагонов. При более тщательном досмотре в нерабочем тамбуре были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом темно-зеленого цвета весом почти 90 граммов. Содержимое пакета отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это ничто иное, как марихуана. Эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области установил, что перемещаемое вещество является опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях марихуаны. Масса вещества составила около 88 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело. За прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых получили травмы 3 человека. На регулируемом пешеходном переходе на проспекте Октября в Гомеле под колеса автобуса попала 49-летняя женщина. Переходить дорогу по земле она начала в момент смены сигналов светофора. В это время 68-летний водитель автобуса марки Масс подъезжал к пересечению проспекта Октября с улицы Жукова и на свой моргающий зеленый решил завершить маневр. В результате ДТП женщина-пешеход была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.